В кабинете главы региона руководитель лесного хозяйства области отчитывается о состоянии отрасли. Такая встреча уже не первая в этом году. По поручению губернатора государственному надзору в лесу уделено особое внимание. До 500 человек будет увеличено число инспекторов. Усилятся проверки. Сумма недоимки за использование лесов в области более 430 миллионов рублей. Агентствам уже подано 345 исковых заявлений. По 172 из них уже принято решение о взыскании. По состоянию на 1 января 2013 года к арендаторам недоимщика приняты следующие меры. Несколько раз увеличены испованные заявления, в том числе и похождения в судебные порядки. 13 участков расторгнуты только по причине недоимки. Остальные пока в производстве. Сейчас, по словам Виталия Акбердина, межведомственные оперативные группы проводят рейды в муниципалитетах, выявляя незаконных лесорубов. Возобновились дежурства полицейских и специалистов агентства лесного хозяйства на контрольно-пропускных пунктах. В ближайшее время совместно с прокуратурой пройдут проверки всех пунктов приема и отгрузки древесины в Приангаре. Все усилия федеральных и наших структур направлены на то, чтобы они не помочь. На ведение порядка в лесной отрасли вопрос назревший давно, отмечают представители бизнеса и добавляют, что нередко сами ловят в лесу на своих участках черных лесорубов и передают их в руки правоохранителей. Усиление внимания со стороны областного правительства к этой проблеме дает надежду на то, что ситуация изменится. Здесь необходима долгосрочная целевая программа, причем очень конкретная, в разработке которой необходимо привлечь и практиков, и ученых, и специалистов. И в этой программе как бы по этапам, на пошагово каждый бы знал, что нужно делать. И, естественно, программа эта была бы на конечный результат нами настроена. Конечный результат должен выражаться в том числе в цифрах. По мнению Сергея Рощенко, поступления от лесной сферы в казну должны существенно возрасти. Для ряда территорий области лес и в самом деле должен стать одной из бюджетноформирующих отраслей. Одной из главных задач в лесной отрасли при Ангаре сегодня является увеличение налоговой отдачи от крупных предприятий, в том числе по глубокой переработке древесины, а также снижение экспорта круглого леса. Планируется, что в 2013 году все лесные участки будут предоставляться только по итогам проведения аукционов. Во взаимодействии с арендаторами главными вопросами являются вопросы лесовосстановления и противопожарной безопасности. Галина Тюрнева, Александр Мокин. Новости сейчас.